Лыжня зовет, Тельвиска старт дает. Спортивный праздник посвящен памяти неоднократного чемпиона округа по лыжным гонкам в 50-е годы Николая Наготысова состоялся в селе Тельвиска. Соревнования проходят пятый год подряд. С места событий наш корреспондент Александр Усачев. Нас в школе начинали на лыжах уже выводить нас на лыжи. Только выпадет снег и нас заставляли ходить на физкультуру на лыжах. А у нас еще тогда и лыж не было. И палок не было. Палки были, делали изгибы. Белла Семеновна Наготыса – поклонница лыжного спорта с детских лет. Сколько себя помнит, всегда болела на соревнованиях за своего мужа Николая. К сожалению, рано ушедшего из жизни в 33 года. Сегодня она болеет уже за его потомков. Вся их дружная семья вышла на лыжню. Те, кто постарше в качестве группы поддержки, а внуки – участниками. Право открыть пятые лыжные гонки в Тельвиске предоставили правнуку именитого спортсмена – Олегу Наготысову. Вот такой у нас есть правнук Наготысов и Олег. Поаплодируем, ребята, все. И давайте мы запустим номер, цифру. Опускаем, чтобы нам еще дожить на 50 лет. В лыжных гонках приняли участие около 100 человек. На старт пришли и стар, и млад. Традиционно приехали дружным коллективом лыжники из поселка Красное. Скажите, вы со скольки лет занимаетесь лыжами? С 50. Честно. А кто вас привел в лыжный спорт? Внуки? Дочь. Дочь привела? Да. И какие вот уже успехи есть? Большие успехи. Например? Да. Так, у нас была рождественская лыжня в Красном. Я заняла второе место. И я довольна. И сейчас продолжаю дальше участвовать. Ну, если Мария Васильевна начала заниматься с 50 лет, то я уже 50 лет бегаю на лыжах. По результатам соревнований Мария Литкова из поселка Красное в лыжных гонках среди женщин стала победительницей в возрастной категории от 50 до 59 лет. А ее односельчанка Любовь Полищук пришла первой в категории от 60 лет и старше. Олег Нагатысы и Филиппова Дарья, правнук и правнучка чемпиона округа 50-х годов, лидировали в своих возрастных группах. В семейных гонках победителем стала семья Чуркиных из села Тельвиска. Ну, на лыжи нас поставил наш папа. Да. Тут уже, если смотреть глубже, то да, да, так получается, что наши родственники, перед тем, как родившись мы, тоже проявляли свои спортивные качества. То есть и папа у нас бегал на лыжах хорошо, и биатлон даже своим занимался время. И дядюшки наши, которые проживают сейчас в Макарово, тоже свое время занимались спортом, бегали, выступали, и лидирующие позиции имели. То есть мы как бы продолжаем.